Всем привет! Мы до сих пор не находили роликов о воздействии мускатного ореха на организм с точки зрения биологии, хотя вещество довольно популярное. Исправляем ситуацию. Итак, если вы знаете мускатный орех только как приправу, то спешим вам сообщить, что это еще и соединение, которое способно изменить психическое состояние. Мускатный орех активно применяется подростками и иногда людьми постарше, когда хочется что-то принять, но чтобы все было законно и не алкоголь с никотином и не обедаться разными таблетками. Как действует мускатный орех, какие у него побочки и эффекты, обо всем этом в сегодняшнем сюжете. Принцип действия мускатного ореха. Вначале сообщаем, что орех это не какая-то одна субстанция, а множество действующих веществ, которые могут отличаться от одного ореха к другому. Поэтому выделяем общую направленность. Первое. Эндоканабиноидная система. Мускатный орех отчасти может быть похож на марихуану. Исследование 2016 года продемонстрировало, что мускатный орех взаимодействует с эндоканабиноидной системой посредством ингибирования эндоканабиноидных метаболизирующих ферментов. Теперь проще. В нашем организме уже есть канабиноиды. Их молекулы крепятся к рецепторам, затем через какое-то время разрушаются. Мускатный орех оттягивает время разрушения. Получаем легкое действие наподобие марихуаны, но конечно слабее. Второе. Ингибирование МАУ. Одно из действующих веществ в мускатном орехе, мерестицин, является слабым ингибитором моноаминоксидазы или МАУ. Это означает большее действие дофамина, фенилотиламина и норадреналина. Это можно считать стимулирующим эффектом. Третье. Метаболизация до ММДА. Возможные действия, которые иногда подтверждалось, иногда опровергалось. ММДА это производная форма от амфетамина. Мерестицин, о котором говорилось ранее вероятно становится этим ММДА производным от амфетамина в ходе метаболизма. Но и тут мерестицина не так уж и много на орех, а много этих орехов съесть смертельно опасно. Получается действие есть, но сила этого действия небольшая. Четвертое. Уменьшение холина и ацетилхолина. Вот что по-настоящему ощущается от приема мускатного ореха, прямо пропорционально дозировке. Это блокировка ацетилхолина в головном мозге. Такая группа веществ называется холинолитической группой. Что-то вроде антиноотропов. Мускатный орех в каком-то смысле временно отупляет, а в большой дозировке это спутанность сознания, галлюцинации, тахикардия и так далее. Так что если вы когда-то принимали мускатный орех и вам было очень плохо, нужно было есть меньше. Эффекты мускатного ореха. Эффекты зависят от дозировки. При небольшой это скорее стимуляция улучшения настроения. При большой бред, нарушение координации, галлюцинации. Реально можно попасть в больницу. В сети вы можете найти сотни этих разных трип-репортов с разными последствиями. Можно выделить и другие эффекты от небольшой дозировки. Как афродизиак, для улучшения сна, особенно на спаде эффектов и как специя конечно. Учитывайте, что мускатный орех начинает работать только через несколько часов. Условно первый этап это 1-5 часов. Пик приходится на 9-12 час. Затем спад еще часов 12. Так что действовать может около суток. Как принимать? Мускатный орех для психоактивных. Целей применяется самостоятельно, без других веществ. Есть в виде порошка, есть цельный. Если это порошок, следите, чтобы там был только мускатный орех, без других приправ или соли с перцем. Дозировка до 3-4 грамм. Это около 1 чайной ложки без горки. Оптимальная и довольно безопасная. Начинать в идеале вообще с половины. Многие принимают в разы больше, но тут уже идет конкретное отупление и считай, сутки выпадают из жизни. По бочке. Орех может повышать давление и ЧСС, учитывайте это. Также токсичен для печени, особенно в высоких дозах. Пока мы нашли упоминание о двух или трех смертельных случаях при передозировке ореха. Конечно всей картины мы не знаем, да и вы можете легко упрекнуть, что вот от водки умирает в миллион раз больше людей. Все же такие данные были и о них сказать нужно. В целом серьезные побочки и ужасное самочувствие чаще бывают при поедании 10 и более грамм орехов. Отдельно стоит сказать про его вкус. Он мягко говоря плохой. По этой причине чаще всего эту чайную ложку ореха принимают вместе с соком или кефиром, где-то в обед или ближе к вечеру, но могут быть проблемы с засыпанием. Итог. Мускатный орех сильная добавка с разными эффектами. Стимулирующая дозировка обычно небольшая, наркотическая большая. Работает как эндогенный каннабиноид, легкий ингибитор МАО и холинолитик. Принимается в дозировке 3-5 грамм. Эффект через 8 часов. Выпивать лучше с соком. Побочки зависят от дозировки. Что ж, периодически мелькают комменты типа, что вот можно принять для изменения психики, но легальное и не алкоголь. Половина или одна чайная ложка мускатного ореха как вариант. Не слушайте торчков, которые советуют сразу 15 грамм или 4 чайных ложки. Пишите свой опыт приема, если таковое имеется. А я надеюсь выпуск вам понравился. Удачи и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok